И снова добрый день, мои дорогие! С вами, как всегда, Алкобарт и Глубочайшая Печаль. Дело в том, что мы сегодня опять будем пить. И, конечно же, об этом поговорим. А пить мы сегодня будем трешачок. Трешачок, вот они стоят, две бутылки. Понимаете, это вообще видео, снятое в несвойственном мне манере, потому что я совершенно не хотел писать его здесь, на фоне инструмента, так сказать. Ну, Собакин меня уговорил. Он у меня вместо белочки, если что. И тут такое дело, что у меня сегодня напитки, которые я просто не мог обойти стороной. Я увидел их в магазине. Я возбудился чуть ли не до потери сознания и решил их взять. Итак, господа, вино плодово-ягодное шляхтич. И вино плодово-ягодное панское. Я пока боюсь предположить, из-за чего выбраны именно такие названия. Но это пока для меня уже печаль. Главный в них плюс, что по свету они различны. И это уже означает, что их разливали как минимум с разных бочек. Но давайте почитаем про шляхтич. 70 грамм на литр сахара. 16 спирта. Производство, кстати, и то, и то. В общем-то, минский, как он там называется, виноводочный завод Колос, господа. Я уже о нем слышал и даже читал на наклейках из такого же плана напитков. Поэтому я уже побаиваюсь. Ладно. Шляхтич, это у нас что? Сок яблочный, сброженный, спиртованный. Пищевая добавка, антиокислитель. Ну, без него никуда, вы сами понимаете. Сок черноплодно-рябиновый. Не, ну это уже что-то, это уже по-богатому просто. Вода питьевая, как ни странно. И спирт люкс, и сахар. Вот. У панского же, ну я так понимаю, будет состав немного другой. Здесь сразу написано. Яблочно-черносмородиновая. То есть, те самые паны пили именно яблочный, черносмородиновая. А польские шляхтичи, вот это. Ну, ладно, не важно. Состав, кстати, идентичен. Разве что просто черная смородина. В составе я даже перечитывать не буду. Все остальное примерно одинаково. И знаете ли что, господа, я их боюсь. Я их откровенно боюсь. Но я сам себе выбрал такую работу. Кстати, панское сахаро поменьше, 65 грамм на литр. Поэтому, добрый вечер, буду краток. Вскрываем. Тут дело в том, что они все упакованы в полиэтилен. Наверное, чтобы запах от этих волшебных вин не мешал вам жить до их открытия. Понимаете? Другого объяснения этому найти не могу. Просто не могу. И вот это те самые ярчайшие представители чернил. Плодово-выгодных. Как их еще называют. Заметьте, налито под крышку практически. То есть, нас почти не обманывают. А вот здесь поменьше. Ну ладно. Ух ты ж, мать, моя женщина. Это будет волшебно. Это будет волшебно. Хотя бы потому, что я еще не продумал, какая под это будет закуска. Хотя уже продумал. Уже. И где-то, да, будет нарезка, на которую многие из вас скажут, он подменил это на крашеный чай, на еще что-нибудь. И на том моменте мы принесем закуску. Да, товарищ оператор? Само собой. Все. Ой. Страшно же. Цвет. Благородный. Грязно-бордовый. И благородно. Какой-то вот так моча беременного козерога. Ну. А знаете, что странно? Если шляхтич пахнет каким-то польским шляхтичем, то панское, в принципе, нормально. И вот это я по запаху, честно вам скажу, пить, наверное, можно. Но это еще не точно. Ладно. По первой, просто чтобы далее не бояться, я честно говорю, это не первое видео записываемое за сегодня, это второе. И я уже начинаю реально побаиваться того, что со мной потом случится. Ну. Я когда говорю, у меня пианино резонирует. Так надо было, да? Оператор не в курсе. Ладно. Поехали. Давайте сначала шляхтичем. Я забыл вам сказать, когда я говорил, что это видео в несвойственной для меня манере, что вполне вероятно, я буду еще и материться. А вот сейчас мне очень хотелось это сделать, если честно. Слушайте, панское после него прям как нектар. Абсолютно серьезно. Шляхтич, панское. Так, оператор, делаем паузу. Внеси закуску. И так, господа, свершилось. Оператор пронес закуску. Кое-какой еще инвентарь. Мне, честно говоря, страшно. Мне просто страшно. Даже не то, что я это сейчас буду допивать. Я пытаюсь себе представить потребителей этого вот. Вот этого всего. Я понимаю, что это те люди, которые уже по 50 водки выпить не могут. Им уже капец. Но пить вот это, я бы, наверное, на их месте выбирал боярышник из аптеки. Потому что, по крайней мере, надежнее. Кайфончиков побольше. И вроде как сердечко успокаивает. Ну это жопа, ребята. Ну это просто жопа. Но они же это выпускают. Понимаете? И это раскупается. И заметьте. Заметьте. Это же в стекле. В отличие от некоторых других белорусских плодово-ягодных. Ой, господи. Как потрогал. А что у нас опять зачесался? Ладно. Шляхтич. Чтоб тебя полжизни не видеть больше. Слушайте. Но даже если вот так как-то отойти от точки зрения того, что это дешевое плодово-выгодное. Я просто не понимаю, зачем это. Это дерьмо. Ребят, это дерьмо. Вот короверное дерьмо. Ощущение, что они, я не знаю, под елкой насрали. Вот это забородило и сюда пришло. Яблочко добавили для вкуса. Но это пить невозможно. Я так понимаю, с их точки зрения, именно это и должен пить настоящий шляхтич. И в принципе... Ой, господи. Претензий у меня к этому нет. Ладно. Панское. Панское. Ой. Блин, ну пахнет-то вообще по-пански по сравнению с этим. Как там говорится, в сортах говна не разбираюсь. Вот-вот сейчас я именно понимаю эту фразу. Я еще накапываю чуть-чуть по капитошке и расскажу вам про закуску. Закуска своеобразная. Закуска крайне своеобразная. Ну, потому что я подбирал. Под это дело, вы понимаете, подбирать надо. Одно дело под водку. Ну, что там, что взял, то есть. Что нашел в холодильнике, да. Волосами соседа занюхал там, рукавом все прекрасно. Ну, это же, блин, ну это же элитные напитки, ребят. Они стоят, блин, чтобы вам не соврать, они стоят почти по 2 доллара. Представляешь? Ничего себе. Не, ну это реально элитка. Просто это уже четко вот элитка. Только вот правильные покупатели могут себе это позволить. И поэтому из закуски у меня сегодня, это было так выбрано специально, абсолютно серьезно, беляш и чебурек. Рассказываю, почему беляш и чебурек. Потому что я, предвидя эффект от вот этого вот, понимал, что клин клином вышибает. Подобное подобным. То есть, для того, чтобы я не сдох к утру от вот этих напитков, мне надо чем-то травануться еще сильнее. И недалее, как час назад в магазине, я спросил у продавщицы, я честно у нее спросил прямым текстом. Тетя, скажи мне, от чего я проживу дольше? От ваших беляшей или от ваших чебуреков? Кстати, тетя так ответ мне не дала. Она как-то так недобро ухмыльнулась. В надежде, что я больше в магазин не приду. Но не тут-то было. Поэтому мы даже сейчас закусывать пока не будем. Главное, что я вам закуску показал. Вы поняли, чем это надо закусывать, да? И я, наверное, сделаю коктейль. Там прям салют в мою честь, слушай. И из испанского и шляптича. И самое страшное, знаешь, в чем? Что я это выпью. Поехали, ребята. Как мне сейчас хочется умереть от отравления беляшом. Вы просто не представляете. Кстати, прекрасно по Фрейду было это отвращение. Ладно, это все фигня. Знаете почему? Потому что когда шляптич с паном нахреначатся, к ним приходит, конечно же, азалия, господа. Это еще что-то вообще более смертельное. Вино плодовое, крепленное крепкое. Улучшенного качества в очередной раз. Состав, кстати, примерно тот же, как и у этих. Поэтому читать... Ну, этот состав недостойен того, чтобы я его читал. Серьезно. Просто недостойен. Как же это открыто, господи. И да, для чистоты эксперимента, естественно, на свежий бокал, конечно. Я думаю, хоть азалия не подведет. Тем более, знаете что? У азалии крепость-то 17, 16, 17, 17. Ну, азалия молодец. Благородный цвет. Мало кто из вас... Здравствуйте, девушка. Вы к кому? Будете пить азалию? Нет. Внезапно дочка пришла. Мало кто из вас откажется это выпить, если вам скажут, что это южный склон какой-нибудь хреновой горы, какой-нибудь хрен пойми области, какой-нибудь Франции, Испании, Португалии, или неважно, что вы там любите. И вот сейчас по запаху я понимаю, что азалия это вообще фаворит наш на сегодня. Ну, я ошибался. Это было по запаху. Хотя, кстати, на вкус, по-моему, оно... Я не хотел этого делать, но я это сделаю. Я все-таки их попробую еще по чуть-чуть. Хотя я уже для себя, панская и шляхтича, отмел как совершенно непонятное бухло, созданное непонятно для кого. Но после пробы азалии я это сделаю, ребята. Во-первых, посмотрите, насколько разная цветовая гамма, насколько они не похожи и насколько они все одинаково гадкие. Ладно, панская. Дайте по запаху сначала. Шляхтич, прости господи. Ну, да-да-да. Пахнет давно немытым шляхтичем. И вот эта вот последняя шняга, ну, пахнет реально более-менее нормально чем-то. Я даже, наверное, просто шляхтича исключу сейчас из сравнения, потому что он по-любому занимает последнее место. То есть, если вы хотите приобщиться к днищу белорусской культуры, к днищу потребителей вот этого всего шляхтич ваш выбор. И остается панская и азалия. Кстати, по цвету они достаточно так... У азалии, наверное, более насыщенный. Ну, потому... Ну, баба, ребят. Ну, потому что баба. Да и пахнет она лучше. По-любому лучше пана. Без вариантов. Ну, ладно, панская. Азалия. Господа, это был полнейший оргазм. Это была симфония чувств. И я вам, знаете, что сейчас скажу? Если вам захочется выпить, выпейте водки. А это говно. Не пейте. Никогда. И на этом месте за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки, за то, что вы ждете следующих видео, выходящих с пугающей периодичностью. И за то, чтобы у нас у всех... Ладно. Сегодня, наверное, хотя бы у меня. Точнее, завтра с утра. Все было хорошо. Продолжение следует...